Вечная мерзлота Где-то, где холодно, может быть, где-то ближе к полюсу, где холодно, скорее всего Вечная мерзлота, это там, где постоянно холодно Я думаю, это длительный холод, это вечная мерзлота, это то мерзлота, которое никогда не тает Честно говоря, раньше я тоже так думала, до сегодняшнего дня Давайте разбираться, что же такое вечная мерзлота на самом деле И узнаем мы это у научного сотрудника сектора Криосферы Начнем с того, что такое мерзлые породы, многолетние мерзлые породы Это у нас породы или грунты, которые находятся при отрицательной температуре В своем составе они имеют лед Вот этот вот как раз шлирик льда Это уже просто грунт Вот в своем составе они имеют лед и они находятся в мерзлом состоянии не менее трех лет Вспомним уроки географии 65% площади России находится на многолетней мерзлоте, которая еще и разная На карте это хорошо видно От сезонной и островной до непрерывной Различаются они по длительности замерзания и структуре В мерзлом состоянии вот она, вечная мерзлота Два кусочка, что вот это называется? Это керн Это керн, да Он, мы его достали при бурении скважин Он у нас бурился близ Салихарда, этот керн Сверху лежал у нас там мощный слой торфа Надеюсь, все знают, что такое торф Это такой органогенный материал А это уже у нас суглинки А это вот, видите, он прямо как Вот по нему постучать можно Он твердый И холодный, кстати Да, холодный Мы благодаря этому керну и испытаниям на нем Мы будем рассчитывать несущую способность То есть насколько у нас будет устойчиво здание Мерзлота имеет свойство хорошо сохранять все, что в нее попадает Встречаются даже и уникальные, даже не так, пугающие экспонаты Например, ямальская мумия с захоронением 1282 года Подробнее об этом расскажет заведующая естественной истории Могильник 13 века Не для впечатлительных Будьте осторожны В 2001 году сотрудниками ямальской археологической экспедиции Было обнаружено погребение мужчины с хорошо сохранившимися мумифицированными остатками Мумификация произошла естественным путем Этому способствовали окислы медиан и многолетняя мерзлота Многолетняя мерзлота – это хранилище органических останков Которые в другом месте уже давно бы истлели А в нашем музее вы можете увидеть предметы тысячелетней данности При взгляде на этот экспонат даже не верится, что он тысячелетия провел в вечной мерзлоте Известный по всему миру мамонтенок Люба был найден здесь, на Ямале Биологический возраст – 1-3 месяца Геологический – 42 тысячи лет Если мерзлота имеет свойство сохранять вообще те вещи и объекты, которые в нее попали То как вообще проходит этот процесс? Ну то есть почему так? Это же вроде земля Как она сохраняет вообще? Ну, наверное, таким самым ярким и понятным примером Можно представить хранение мяса в морозилке То есть вы его туда положили, оно у вас замерзло и хранится какое-то длительное количество времени Мерзлота является большим природным холодильником На Ямале издавна существуют мерзлотники Это помещения в мерзлоте, в которых хранили рыбу Некоторые из них используются по назначению до сих пор Или действуют как музей вечной мерзлоты В нем проводятся экскурсии и выставки ледяных фигур Еще один такой мерзлотник восстанавливается на Ямале для выставочных целей Хотя это вполне могла бы быть маленькая ямальская Швеция с ледяным отелем или ледяным кафе Посмотрим, как будет Но хотелось бы, что все-таки, да, будет, а туристы будут ходить, я думаю, я уверен Нужно закрепиться как-то, знаете, когда у нас там по России 120 столиц чего-то Ну вот нужно закрепить Сальхарс столица или Ямал столица, мерзлотная столица Интересно еще вот что Вирусы, которые законсервировались миллионы лет назад, тоже могут быть живы в мерзлоте А можем ли мы заразиться болезнями прошлых тысячелетий, если они оттают вместе с мерзлотой? Логика есть в том, что есть опасность того, что когда у нас оттаивает мерзлота Особенно в тех местах, в могильниках, где были захоронения Не случайно у местного населения есть строгое правило, ничего из оттаившей тундры не поднимать Особенно касается древних животных, да, то есть мамонта и так далее, и так далее Они не берут, не просто так Однако ничего катастрофического связано с тем, что вот у нас в мерзлоте таится что-то неведомое, нет Поэтому ожидать какого-то сенсационного всплеска непонятной нам болезни не стоит Это челюсть? Да, челюсть мамонта От болезни, израстаявшей мерзлоты, мы не умрем Можно продолжать адаптацию к жизни в условиях неустойчивых мерзлотных грунтов Ученые придумывают новые технологии и решения Этот карбоновый полигон является единственным на сегодняшний момент полигоном за полярным кругом Представляет собой небольшую площадку, разделенную автомобильными дорогами И ограниченную с третьей стороны, ну, собственно, границы лесотундрового пространства, вы видите за моей спиной Он был создан три года назад в рамках российской федеральной программы создания карбоновых полигонов И предназначен для исследований парниковых газов в атмосфере Ямала В частности, вот этот прибор — это термометр, совмещенный с влажностимером Здесь происходит замер температуры и влажности воздуха Если мы обратим внимание вон на тот прибор, это осадкомер В нем, как просто в мерном стакане, собирается атмосферная влага, выпавшая за определенный период времени Данные об этом тоже автоматически считываются, поступают в распределительный щиток После чего передаются для анализа в лабораторный модуль Всего на этой метеорологической станции измеряется температура, влажность воздуха, атмосферное давление, количество выпавших осадков и скорость ветра Для этого на вершине мачты установлен анимометр На вышке вот есть три таких горизонтальных ответвления Это вот эти, которые палочки, да, такие? Да, вот эта вот палочка, например, есть еще несколько таких Они будут нужны для того, чтобы на них закрепить приборы-воздухозаборники Воздухозаборники что делают? Воздухозаборник — это такой небольшой насос, который через себя, через фильтр прокачивает атмосферный воздух Он всасывает его в себя и по трубам тоже передает сюда в лабораторию В лаборатории будет установлен прибор, который будет анализировать содержание в атмосферном воздухе основных парниковых газов Таких как водяной пар, углекислый газ, метан и некоторые другие Полигон оборудовали не только для измерений показателя воздуха и почвы, но и для экспериментов Вот здесь мы видим, что вес этой сваи 2,73 тонны Несмотря на это, огромная конструкция все равно год за годом, год за годом будет подниматься к поверхности Пока не рухнет на поверхность Это одна из самых сложных особенностей строительства в области мерзлоты Поскольку учению подвержены не только отдельно стоящие сваи, но и расположенные на них дома В результате чего могут создаться аварийные условия, после которых проживание в доме будет уже невозможно Особый химический состав бетонных смесей и соотношение крупных и мелких фракций Специально созданы для того, чтобы предотвратить растрескивание бетона в результате многолетнего протаивания и промерзания Это нужно для того, чтобы бетонная конструкция выдерживала большую нагрузку в условиях Арктики Разной влажности, разной льдистости и не изнашивала стечение времени Дальнейший ход эксперимента также подразумевает дополнительную нагрузку на эти сваи Дополнительный прогрев, давление и изучение того, как к этим условиям будут адаптироваться свайные фундаменты Строительство домов в прошлом столетии и сейчас поменялось Новые технологии касаются и свай, и пространства под домами Надо же как-то следить за температурой мерзлоты Термометрическая скважина – это такая, можно сказать, дырка, отверстие в земле Разной глубины, от 12 до 25 метров, но редко там больше Скважина бурится в земле, туда опускается провод с датчиками, который измеряет температуру Собственно, оборудована скважина такими датчиками, называется термоскважина Ну и потом мы с нее получаем температуру, либо в реальном времени, либо раз в год приезжаем, снимаем Мы можем выбрать любой из точек и построить график температурный любого датчика под этим зданием И мы видим, когда лето у нас, то есть нагревается, у нас на 3 метрах сильнее нагреваются породы, грунты И второй датчик у нас на 6 метрах А вы знали, что снег для мерзлоты – это плохо? Да-да, именно плохо, потому что если зимой здесь выпадает огромное количество снега То он служит соответствующим одеялом, накрывая землю и не давая ей промерзать, что так важно для мерзлоты Соответственно, под вот такими высокими сваями и ставят все здания, закрывая с внешней стороны специальными щитами Для того, чтобы снег сюда не заметало Если здесь лежал бы снег, то даже сваи не помогли бы Снег мешал бы мерзлоте промерзать, и все равно дом бы уходил вниз Поэтому, когда выпадает слишком много снега, это для Арктики плохо Чтобы обезопасить северян от сильных ветров и метелей, кварталы жилых домов строят замкнутыми, располагают компактно Этажей немного Для профилактики снежных заносов проектируют фасады и крыши с ровными линиями и простыми профилями Мерзлота, как и климат, подвергается изменениям Теперь она синоним слова «многолетняя» Она тает прямо сейчас И касается это не только жителей Арктики и белых мишек на Северном полюсе С 2015 года ледники теряют 298 гигатонн льда в год Существует счетчик таяния ледников в реальном времени Каждый день тает больше 1 миллиона тонн льда Для сравнения, айсберг, который потопил «Титаник», оценивают всего в 75 тысяч тонн Чтобы сохранить память для будущих поколений, ледяные керны из ледников увозят в хранилище в Антарктиде Так создается музей в рамках проекта Ice Memory при поддержке ЮНЕСКО Где наши потомки смогут увидеть образцы исчезнувших ледников Евразии, Южной Америки и других континентов Все приводит к тому, что изменяются свойства многолетней мерзлоты Она превращается в талые породы, которые теряют в объеме из-за оттаившего льда и проседают Оползни, подмывание берегов, проваливание грунта, заболачивание – таковы последствия таяния мерзлоты для природы Представьте себе, это льдистые отложения Это вы теряете просто земную твердь У вас начнется протария, вот у вас будет озеро на озере, озеро на озере Я уже молчу, куда бедным оленям там мигрировать Даже просто прокладывать какие-то дороги, как-то перемещаться Ну что такое терять сушу, которая будет уходить под воду, в болото и так далее В России в районах вечной мерзлоты сосредоточена значительная часть природных ресурсов Для добычи которых были построены автомобильные и железные дороги, аэродромы и порты, возведены города и поселки Все это может разрушиться из-за таяния мерзлоты Есть прогнозы В статье в журнале Nature, опубликованной в 2018 году, говорится, что к 2050 году, то есть через 27 лет 70% всей инфраструктуры на вечной мерзлоте будет подвержена деформациям А в России минимум 25% объектов северных городов начнет разрушаться Мерзлота тает потому, что становится теплее Это во-первых Во-вторых, любая человеческая деятельность приводит к тому, что в пределах мерзлоты образуется так называемый остров тепла Это значит, что если мы положили бетонную плиту на мерзлую поверхность Через какое-то время, ну и ведем на ней какую-то свою деятельность Мы таким образом разогреваем мерзлые отложения и растепляем мерзлоту Каждый год при таянии в атмосферу попадает около 1 миллиарда тонн углерода Соответственно, таяние мерзлоты провоцирует больший выброс парниковых газов А они создают парниковый эффект и нагревают землю еще больше От повышения глобальной температуры мерзлота тает еще быстрее Получается не очень позитивный круговорот Главный вопрос, что с этим делать? Мы не сможем остановить это потепление Чтобы подготовиться к нему, мы должны знать, как это будет развиваться Как мерзлота будет, с какой скоростью деградировать, какие процессы будут происходить На Ямале активно занимаются проблемой таяния мерзлоты В округе считают, что привлекать внимание к этому следует еще в школьном возрасте Мерзлота – это получается слой почвы, который, ну так как лед буквально, лед с примесью каких-то почв, грунтов и так далее И он находится у нас уже буквально метр там, ну, откопать, и там уже понемногу он начинается И это достаточно серьезная проблема С учетом того, особенно, что сейчас, я говорю, это глобальное потепление И то есть верхние слои мерзлоты начинают оттаивать, и почва очень сильно пропадает И она прям осыдать начинает, и это заметно сильно Поэтому это является тоже очень большой экологической проблемой Вот видите, половина населения России не знает, что такое вечная мерзлота А вот ученики экологического класса Ямала прекрасно осведомлены Причем не только о вечной мерзлоте, но и об экологических проблемах, которые касаются всего мира в целом С прошлого года на Ямале открылись первые в России экологические классы То есть изначально я подавала просто на химбио в своей школе, потому что не хотела идти в другую Потом оказалось, что это экокласс Я обрадовалась, подумала, что это здорово Какие-то новые возможности, курсы, мероприятия И я не обшиблась У нас был очень-очень-очень насыщенный год То есть мы выходили по разным мероприятиям, показывали разные мастер-классы Но я хочу идти в экологию и природопользование И потом, то есть уже в магистратуру смотреть, куда Может быть какая-то более узконаправленная специальность Потому что сейчас я для себя еще не до конца определилась по узкой сфере А в целом, да, меня интересует экология Буду поступать, пытаться Было бы здорово поступить на целевой вообще То есть это здорово И ты и отучишься, и потом приедешь обратно в север, как я планировала Поддержка научных трудов на Ямале составляет 500 тысяч рублей за кандидатские по мерзлоте За докторские – миллион Одно из главных условий – практическая ценность исследований для округа Я реализую проект карбонного полигона Также пишу кандидатскую диссертацию по материалам Ямала-Ненецкого автономного округа Ценность имеют и проекты Например, природный парк Ингелор Создан для озеленения Арктики и поддержания экологического баланса в округе У нас на севере лучше всего углерод накапливать в почвах Наши почвы очень холодные Вот если у вас есть растительность, которая очень активно фотосинтезирует Она очень быстро растет У нее глубокие корни, то есть, допустим, травы Они проникают на всю глубину активного слоя В качестве эксперимента на территорию Ингелора завезли бизонов Плейстоценовый парк в Якутии выступил партнером Ингелор воссоздает экосистему прошлого За счет нее уменьшается количество парниковых газов в атмосфере И, как следствие, замедляется таяние мерзлоты Плейстоценовый парк – это экологический проект По созданию высокопродуктивных пазмочных экосистем на крайнем севере И целью этого проекта является восстановление богатства природы нашего северного края И второе, что не менее важно, это мы постулируем, что эти экосистемы смогут помочь нам в борьбе с газовальным потеплением На крайнем севере у нас везде, ну и в целом, по-моему, 60% территории нашей страны заняты зоной мерзлоты Мерзлота является одним из крупнейших резервуаров органического углерода То есть там то, что накапливалось тысячи, иногда даже миллионы лет, сохранено И в замороженном состоянии хранится И, в общем, нас никогда не волновало Но сейчас климат уже теплеет И мерзлота теплеет вслед за ней И в какой-то момент мерзлота уже где-то местами начинает таять И в будущем этот процесс будет только ускоряться А когда, соответственно, мерзлота растает, вся эта органика тоже растает И начнет гнить, вырабатывать парниковый газ И мы показываем, что вот здесь, допустим, на пастбищах Мы можем заметно охладить мерзлоту За счет того, что животные зимой будут ходить, вытаптывать снег И за счет этого снег будет терять свои теплоизоляционные свойства И зимой почва мерзлота будет гораздо легче промерзать Нам есть, что оставить будущим поколениям Есть то, что нужно хранить и беречь Таяние мерзлоты, изменения климата, глобальные проблемы касаются каждого Вообще, будем честны, из Львова есть такой или иной выход То есть может произойти как изменение каких-то полюсов То есть было такое, что, например, в одном месте была одна температура, одни условия Потом она изменилась, и природа все равно немного сама к этому адаптируется То есть она это предусматривает Может быть, есть какие-то вещества, которые это замедлит Или, наоборот, становят еще лучше И просто работать дальше в этом направлении Более углублено Самое главное, что может сделать каждый из нас сегодня Это быть небезразличным К судьбе родного края, к будущему планеты Экологии и среде, в которой мы обитаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok